всем привет мы с вами находимся в студии и сегодня будем говорить о видах осветительного оборудования и о том какие есть нюансы при выборе осветительных приборов какими они бывают какие с ними бывают недостатки подводные камни в общем все то что поможет вам сориентироваться в том какую аппаратуру брать в аренду или какие решения приобретать под собственные нужды первое что хотел бы сказать что вообще осветительные приборы можно поделить было бы на разное назначение например есть осветительные приборы которые предназначены для ориентации в пространстве например наверняка вы замечали на небольшом уровне по высоте в зданиях иногда располагаются лампочки чтобы в случае там пожара можно было покинуть помещение да вот такие приборы мы с вами не учитываем как бы мы ими не пользуемся с другой стороны нам приходится с ними считаться по какой причине потому что если мы снимаем на локации где эти лампочки есть приходится отталкиваться от их наличия чтобы они получать не давали там пересветов или какого-то мерцания вот но я буду говорить конечно этих приборов которые являются основными в сцене не просто там каким-то образом присутствуют в ней да а именно является основой то благодаря чему мы создаем вообще свет в сцене фотографический свет я бы отбросил сразу по одной простой причине если мы говорим о импульсном свете он нам не пригодится по одной простой причине дело в том что камеру нас снимает но представим там 25 кадров в секунду так вот тогда импульс должен срабатывать 25 раз в секунду это практически нереально даже если такой стробоскоп будет это слишком мощная установка ну и более того не очень комфортно будет в таком свете работы он постоянно мигает более того появляется проблема синхронизации чтобы все светильники мерцали одновременно да поэтому конечно трубоскопа тоже в расчет не берем кроме случаев когда мы снимаем какие-то там танцевальные шоу сцены в ночных клубах где эти самые стробоскопы используются в том числе концертные выступления по этой причине мы это пока тоже отодвинем в сторону это не является основным инструментом нашей работы мы говорим о видеосвете то есть это свет постоянный о его видах и у его пригодности для видеосъемки те кто из вас занимается фотографией наверняка уже бывали фотостудиях и замечали что вот таких приборах установлен не только импульсный свет но и постоянный им можно пользоваться он вполне пригодный есть только один недостаток такие приборы имеют встроенный вентилятор для охлаждения и этот свет будет создавать помехи если вы записываете часовой звук на сцене на всех случае напомню что в ряде случаев в камерах уровня там black magic или еще какие-то аппараты ну более серьезно то есть не фотокамера именно кино встроенный вентилятор поэтому встроенными микрофонами звук писать но не нужно да то есть нужно отдельное решение вот со светом тоже беда в осветных приборов поскольку они нагреваются встраивается вентилятор он может суметь учитывать это при выборе техники под интервью под музыкальные звукозаписи но если это не принципиально например мы снимаем рекламный клип который будет озвучиваться то мы можем выбирать любой постоянный свет который удовлетворяет нашим запросам главное нам сейчас разобраться не в том сколько приборов и фильм на рынке существует сколько решений разных придуманном наверное в том как различать свет по их по свойствам осветительного прибора и насколько это пригодно для наших задач пульса света продается много но не все эти приборы одинаково полезны давайте попробуем разобраться в том какими свойствами обладают осветительные приборы